Всем привет дорогие друзья, с вами Жека Федоров и сегодня мы будем собирать улиток Улитки должны быть просто, скажем, в травке там под листиками, в листиках, под камешками под камешками улитки называются вроде типа как там виноградные короче они не такие продолговатые, их можно есть их там нужно очистить мукой и все и короче с них можно готовить там разные блюда по вкусу такие же как рапаны а рапанов мы ловили много, это будет в следующих выпусках вот так что поехали, смотрите, вот они обычно в травке вот, как их различают улиток таких вот, есть улитки, которые знаете, вот тут вот такие продолговатые их нельзя есть, а вот это вот виноградная улитка их можно есть вот они, посмотрите, их тут короче очень много вот вот, по травке их так смотреть вот смотрите, видите они как лежат, может быть кто не знает вот, вот она вот они прям что-то какую-то фигню высирают вон, вон посмотрите видите вот две штучки вот она, гляньте какая вот, короче, эта вся фигня берется и почистится мукой потом мы насобирали, я не знаю, тут уже с килограмм, наверное прошли хорошие обильные дожди и сегодня вот дождик так прохладно вот и короче мы их теперь поместим в муку немного муки, они должны, короче, похавать саму муку вот они после того, как ее едят начинают перерабатывать, короче, само очищение у них там происходит потом это все высирают и, короче, нормально становятся чистенькие и готовы для употребления в пищу дальше будем их готовить, я покажу как сейчас их поместили в эту, в кастрюльку я прям на них насыпаю муку они, короче, сами там разберутся как я там сховать и все такое вот потом еще досыплю позже кто-то там делает неделю их в муке кто-то три дня, я не знаю мы там день, насколько хватит терпения может быть, два их подержим в муке вот они уже должны, так скажем испражняться этой мукой вот, а не травкой и все и потом будем готовить наливаем сюда воды вот ну вот, они просто погрузились и хватит чтобы не сильно было много и сюда же теперь просто все хорошо вот такую воду мне их, конечно, жалко им сейчас будет не совсем хорошо ну, ничего соленая вода все, они теперь будут выпускать сейчас слизь и после этого их можно будет уже потом варить пусть так полежат в районе там часа полтора-два мы их в соленой воде вымочили тут вода стала как слизь ну, а сейчас просто промоем и все и дальше будем уже горячую воду в кипятоках вот они, наши улитки не пугайтесь, если они там в слизи но мы их промыли хорошо они все равно ее выпускают просто закидываем их туда закидываем с них воду и сейчас будем доставать достаем вот эту вот ножку они как рапаны достаются очень просто и очень легко большие раковины оставляем мы в них будем запекать мы убираем вот отсюда вот полностью все что вот так вот отходит у нас легко так проще всего вот, скажем, вот эта вот часть это съедобная вот это вот все это несъедобная техникишки будем улиток готовить часть улиток мы запечем а часть просто пожарим соевым соусом там терияки добавим устричного соуса короче, сделаем такую вот смесь запекать мы улиток будем в фольге и начинять двумя скажем так, способами это вот похоже на название там есть песто еще какое-то, я не помню короче, у нас пойдет масло сливочное пойдет чеснок пойдет этот плавленый сырочек и мята мята у нас, кстати вот только-только что сорванная называется озерная мята или мелиса ну что-то, короче, вот в этом роде очень пахнет круто вот, еще лучше, чем продают в магазинах и на рынке и, собственно, у нас получится сегодня очень крутая французская кухня кидаю вот сюда масло у нас уже котелок горячий и сейчас сразу быстро пока оно не горит сейчас еще чуть-чуть докину чтобы оно не сгорело будем наших улиток, хотел сказать, рапанов закидывать вот у нас получилось вот столько всего лишь улиток наливаем у нас уже есть готовые терияки чуть-чуть дальше у кого нету то может просто обойтись обычным соевым соусом у нас вот есть мы его используем это устричный соус немного добавляем и у нас есть это в китайских магазинах продается это, короче, типа крабово-креветочный привкус соус он на основе обычного соевого солить не будем так как тут везде уже много соли и сейчас добавим еще сюда чеснока выдавливаем сюда чеснок вот вот я где-то 4 зубчика буду выдавливать пожарили мы улиток наших в котелке сейчас подготовили уже кидать в угли и вот посмотрите что получилось на вид очень аппетитненько еще посыпали кунжутом пробую пахнет прикольно чесночком чуть-чуть короче вот что-то наподобие между рапаном и рапаном но наверное тут вот одинаково как рапаны но точно такая же улитка чуть-чуть будет помягче короче если вот это сейчас добавить в спагетти вог и вот пережарить можно овощей вообще мне кажется будет просто крутое блюдо реально классное вот они прикольные по вкусу прикольные натираем сыр на мелкой терочке нарезаем очень мелко мелко мяту перемешиваем с мятой такую чтобы получилось более-менее однородно ложим сюда одну шейку у нас конечно улитки сами не сильно большие ну короче какие нашли вот и сюда же вот так вот подзапихиваем я прям с небольшой горкой так она расплавится еще туда пойдет ложим и все просто вот так вот заматываем фольгу закладываем сюда улитку и вот так вот замазываем как будто зашпаклевываем вот сюда вообще идет еще базилик вместо чеснока но у нас короче будет масло с чесноком закидываем в угольки и считаем чтобы потом не потерять ни одну вот сколько у нас получилось так вот они такие получились это сыром я прошу прощения руки грязные потому что доставалось вот она выкатилась вот это вот то что мы делали с маслом и с чесноком вот можно сейчас достану попробую сразу ммм короче не знаю масло и чеснок наверное базилик бы что-то сделал но короче смазал чесноком вообще обычно просто обычно пробую теперь сыром вместе с сыром ну вот она вылезла ммм вот тут уже нежнее вкус чем вот мы делали соевым соусом и быстричным и вот они помягче такие вот нежнее чем только что пробовал я с маслом ну как по мне короче какая-то фигня если честно как-то ложится мята плавленый сыр не знаю может быть я не понимаю этого вкуса мне было бы чуть другое наверное вкуснее ну а так вполне съедобно оригинально даже очень можете такое пробовать ну лично мне не очень понравилось улитки получились у нас в трех рецептах неплохо но самые крутые это были именно соевым устричным соусом они самые таки оригинальные тем более я уверен они круто очень подойдут со спагетти вот особенно твердых сортов вот нежненькие получились с сыром с маслом и чесноком ну а быть туда вроде ложат там базилик я бы вообще не рекомендовал делать ну они просто просто как вареная какая-то улитка и все по вкусу это же обычный рапан как по мне легче просто пойти наловить ну если конечно у вас есть рядом море наловить рапанов вот и 10 штук рапанов будет как 100 улиток и меньше возни никакой муки и тому подобного а с вами был Жека Федоров ставьте пальцы вверх пишите свои комментарии и до новых встреч всем пока до новых встреч